Итак, сегодня мы посмотрим наши любимые моменты из школы. Ура! Обазаю смотреть видеосики, по ручке всяких контрольных. Ну что, вспоминайте, какую первую серию посмотрим. А давайте эту серию, где мы в Майнкрафте домики строили. Да-да, там где еще у нас домики. Так, Кусев, давай-ка без спойлеров. Ладно. Включаю. Итак, ребята, сегодня у нас будет урок информатики. Неуприня. И мы будем играть в Майнкрафт. Ну ничего себе, ура! Обазаю игрушки. Так вот, но мы не просто будем играть, у меня для каждого будет задание. Мы будем строить домики. Кто построит самый необычный домик, получит пятерку. А остальные что получат? А остальные по четверке. Нулядня. Итак, приступаем. Так-так, нужно быстренько что-нибудь построить. Прикольненькое. Ой, тут чудовище. Спасите, помогите. Вот тебе, чудовище. Вот тебе. Понь. Так, утечка, что мы будем строить? Кря. Согласен. Сейчас забудем немножко вот этого. И вот этого. Чуть о нём как-то медленнее сбывается. Уф, сейчас мы с тобой игрушка такой домик построим. Ква. Ну ничего себе, тут какой-то дядька ходит. Может, он за нас построить? Здравствуйте, построите мне, пожалуйста, домик. Ммм. Бесполезный какой-то дядька. Так, я думаю, прошло достаточно много времени. Все построили? Да. Ну давайте посмотрим. Кусев, что у тебя? У меня кусачий домик. Кусачий домик? Интересно, кто же захочет в нём жить? Тётя захочет спрятаться, откушать их зомби-нётью. И то верно. Хороший домик, молодец. Но прежде чем поставить оценку, посмотрим, что у других. Хорошо. Так, Паукова, что тут у тебя? Вот. Это что? Ну я построила красивый домик с цветечками. Мне приблизили какая-то зелёная сосиска и взорвали его. Ужас. Паукова, это наверное Крипер был. Думаю, да. Ладно, сочтём тебе работу. Ты же не виновата, что так случилось. Я пиба. Так, следующий. А можно я? Катина Ивановна? Вы же не ученица, а учитель. Вы сейчас вообще математику должны вести в соседнем классе. Ну извините. Ладно, показывайте, что тут у вас. Это сярик. Я же домик просил. Так это домик сярик. Там дверь есть. А что, очень необычно. А теперь идите математику преподавать. А то вас уволят. Хорошо. Так, кто дальше? О, Латков. Давай посмотрим, что у тебя. Это утка-дёмик. Утка-домик? Забавно выглядит. Минутку. А почему у твоего домика дверь в заднице? Упс. Кря. Латков, кажется, твоя утка от тебя в Майнкрафт сбежала. Видимо, я ему домик понравился. Ну вот и отлично. Пусть там и остаётся. А то мы устали уже от твоей утки. Боюсь, она там долго не останется. Почему это? Когда астероид в домик, туда зомби зашёл. И теперь там сидит. Кря. Кря. Кажется, твою утку зомби укусил. Упс. Латков, твоя утка зомби нам все домики разнесла. Как я теперь буду оценки ставить? Это ещё что за... Алмаз мне в глаз. Спасите. Фу, хорошо, что твоя утка вылечилась, Латков. Да, они теперь зелёвые. Кстати, я вспомнил ещё одну серию про Майнкрафт, где мы строили фигурки учителей. Помните? Да, я, я. Включаю. Итак, ребята, на сегодня я задавал вам построить фигурку самого любимого учителя. В Майнкрафте. Все сделали? Да. А у меня нет в Майнкрафте. И во что же ты играешь? В разноцветные кокольки. Ой, фигульки. Ты что, в детский садик ходишь? Какие фигурки? Разноцветные. Всё понятно с тобой. Так, давайте проверять работу. Я писать хочу. Это кто это у нас тут такой писун? Я. Сосискин? Ты на перемене не мог сходить? Нет. Там чувалетики и стерфекрясники были с какими-то стюками. Ладно, иди, сосиска. Сосискин вообще-то. Да какая разница? Ну что, кто первый покажет свою работу? Я. Ну что там у тебя, Кусев? Это Катина Ивановна. Ого, какая Катина Ивановна у тебя получилась. И даже её шарики любимые сделал. Да, кто там? Здравствуйте. Не показались ли кто-то чуть-чуть говорит про шарики? Нет, что вы, никаких шариков, Катина Ивановна. Идите дальше, занимайтесь вашей математикой. Жалька. Не уряд ли. Фух, пронесло. Так, давайте посмотрим следующую работу. Катулькин, кого ты сделал? Вот. О, да это же я. Да, вы. Минутку, а почему это у меня на лбу пятно жёлтое? Не вам же постоянно в лёпусь коротко выпрыгать? Я пойду умолять актуальная тема. Надо же, промазала. Хорошая работа, Катулькин. Но жёлтое пятно убери. Хорошо. Так, кто у нас там следующий? Ну давай Лотков, раз уж о тебе речь пошла. Вот. Это что, Хагивагевич? Он, я. Р. Вот это работа. Молодец, Лотков. Ладно, кто ещё готов показать? Я. Ну давай, Комков. Вот. Минутку. Это что, тоже Хагивагевич? А почему он красный? Это вообще тенящный учитель. Скорей Ларевич. Что-то я не слышал в отаком. Ой. Субтитры сделал DimaTorzok Кажется, нашего нового учителя утка с Хаги-Вагевичем заклевали Эй, я тут вообще ни при чем Фух, ребята, ну вы даете, с вами в психушку скоро попаду Хорошо, что мы нашего Хаги-Вагевича уволили Эй, ты опять что ли здесь? Кто-нибудь вообще знает Хаги-Вагевский язык? Я знаю Ну и что он сказал? Р Очень информативно, Сосискин Ладно, какую следующую серию посмотрим? А давайте тю, где мы с Тросилки рассказывали А, помню, помню Включаю Итак, сегодня на уроке мы будем рассказывать страшные истории Кто хорошо расскажет, получит пять Есть желающие? Я Ну давай, Кусев К моим соседям каждую ночь приходили кусать и призрак Они очень боялись и хотели перезять в другую квартиру Но я им сказал, что это были я Ну ты даешь, Кусев Бедные соседи И что, до сих пор кусаешься? Нет, потом они мне подарили лягуську И я стал чуточку добрее И не кусаю, кого попало А кого кусаешь? Учителей, которые ставят двойки Пять Так, кто еще хочет? Я могу Ну давай, Паукова Каждую ночь ко мне приходит призрак паука Призрак паука? А такие вообще бывают? Ладно, ладно, бывают Ну так и что дальше? Так вот, он бегает по мне своими большими призрачными ляпками И после этого я стяду носить на голове своего паука И призрак отменять сталь Ничего себе! И спишь с пауком на голове? Да Ох, Паукова, Паукова Ладно, пять Сапиба Ну что ж, давайте теперь я расскажу свою страшную историю Давайте Это было очень давно Я тогда переехал в новую квартиру Райончик был тихий Соседи добрые и порядочные Светло, хорошо А главное, близко к моей работе Так вот Ложусь, значит спать Только начинаю засыпать Как вдруг за стеной слышу вой И какие-то звуки ходьбы Такие шаркающие шаги Туда-сюда, туда-сюда К тетя прости сусы объелся И в чего детик бегает туда-сюда Так, сам ты сусы Ну значит вот, думаю, ладно Может быть больше не повторится В итоге это повторялось каждую ночь А как-то раз я ночью засиделся за чаем и любимым сериальчиком Как вдруг слышу Эти шаркающие шаги уже у моей двери И вдруг резко вой Прям под дверью Но я испугался немного, конечно Подхожу к двери, чтобы посмотреть в глазок Как вдруг резкий стук Бум, бум Я еще больше испугался Смотрю, значит, глазок А там... Утка Так, Владков У тебя вместо мозгов уже скоро утка будет Не мешай рассказывать Извините Ну так вот, смотрю я в глазок А там пусто Никого Я даже открыл дверь и вышел проверить А там совсем никого Пустота Ну думаю, пипец Перепил чаю называется Бо Так, тыгодыков Ты зачем занавески на себя нацепил? Я подожду, призрак Сейчас у тебя в журнале призрак двойки появится Извините Так вот На следующий день встречаю соседа в подъезде Так он мне такое выдал, что я потом сразу съехал оттуда Говорит, в той квартире, где я каждую ночь слышал эти шаги Уже 20 лет, как никто не живет И мол, там что-то такое жуткое произошло Что даже священника вызывали Злых духов изгонять В общем, после этой истории я тщательно проверяю, если собираюсь куда-то переехать Но как бы то ни было, ребята, я все равно в призраков не верю Думаю, их не существует Это еще что такое? А это моя страстная история В смысле твоя? Вот после таких случаев я больше не буду проводить уроки страшилок Ну блин, ну пожалуйста, не отменяйте их Ладно, я подумаю А давайте посмотрим серию при уроке библиологии А, там где Валерий Полосатиков приходил преподавать? Да Ну давайте. Только её потерял. Лотков, скинь мне эту серию по почте. Всё, я скинюль. Да-да, вот она пришла. Давайте посмотрим. Итак, ребята, сегодня на нашем уроке будет присутствовать и помогать мне вести занятия наш новый учитель, Валерий Полосатиков. Здравствуйте. Здравствуйте, Валерий Полосатиков. Только, Валерий, попрошу без ваших глупостей. Я знаю, что вы любите бябякать. Давайте, пожалуйста, без этого сегодня. Бя... Ой, а ещё? Ну так вот, сегодня у нас будет урок биологии. А может бябиологии? Валерий, я же просил. Всё-всё, мальчу. Так, а теперь достаем листочки, мы будем рисовать животных и показывать мне, правильно ли вы их знаете. А всё? Значит так, сейчас я попрошу нарисовать вас корову. Все знают, как она выглядит? Я. Я. Валерий. Простите, случайно. Ну что, кто-нибудь уже готов показать? Я. Ну показывай, сосискин. Вот. Какая же это корова? Больше не котёву, похоже. Вот-вот. Правильно подметили, Валерий. Давай перерисовывай, сосискин. Задня. Так, следующий. Катулькин. Посмотрим, что у тебя. Вот. О, смотри-ка, правильно нарисовал. А почему две коровы? Это корёвый и коровёнек. В смысле коровёнок? Детёнись корёвый. Катулькин, тогда получается ты у нас кто? Котовёнок? Нет. Вот именно, развёл тут коровят. Бя. Валера. Простите, я всегда бякаю, когда меня смяснё. Вот домой придёшь и забякайся, сколько влезет. А здесь у нас урок. Извините. Так, с коровами закончили. А теперь все рисуем кролика. Я думаю, все знают, как выглядит кролик. Ну что, кто уже нарисовал? Я. Показывай, Кусев. Вот. Это что? Католик. Какой ещё католик? Ушастый. Да я вижу, что ушастый. У нас здесь что, урок рисования мутантов? Нет. Тогда почему у нас тут одни коровят, а это католики? Это кот и кролик. Вместе католик получается. По-твоему, это смешно? Бя. Валерий. Всё. Уши бантиком завяжу и в цирк отправлю. Не-не-не. Продолжим. Кто ещё готов показать? Ну давай, Лотков. Вот. Учка-попрегучка. Всё. Лотков, ты совсем с ума сошёл? Бя. 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 Валерий Полосатиков, вы зачем ученикам своим бя все тетради исписали? Бя! Вы и мой школьный журнал тоже испортили! Бя! Совсем до психушки меня довести хотите? Сделали из урока биологии какой-то урок для биологии с кроликами-мутантами. Бя! 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 Совсем бебякалка поехала. Ох уж этот Валерий! А почему он у меня больше не преподает? Так вы забыли? Он же в летней школе преподавал. А, тетяня. Так, давайте теперь я сам выберу серию. Вот например, помните урок как вы рисовали рисунки? Да. Давайте посмотрим. Итак, к сегодняшнему дню я просил вас нарисовать рисунки на тему, что мне больше всего нравится в школе. И первый тыгодыков. Показывай, что у тебя. Вот. Это что такое? Бурочка. В смысле булочка? А при чем тут школа? Не вы здесь сказали. Все больше не нравится в школе. Так вот, это булочка из буфетика. Вот лишь бы пожрать. А что-нибудь из уроков тебе нравится? Буфетик. Сейчас тебе в журнал будет буфетик. С вкусной слёдочкой? С грустной двоечкой. Не няда позиаза. Мне денежки в буфетик давать не будут. Ладно, пожалею твой желудок. Четыре. Оф. Так, следующий. Рыбкин. Показывай, что у тебя. Вот. Так тут же ничего не нарисовано. Ну мне нравится вскоре воздух. Он пропитен знаниями и все такое. Вот негодник. Выкрутился. Небось в Майнкрафт целый вечер играл и принес мне пустую бумажку. Нет, я несколько часов рисовал. Чем? Воздухом? Невидимыми календаршами. Ладно, за идею пять тебе. Ура! Невидимой ручкой. Хе-хе. А ты что смеешься, Кусев? Показывай свою работу. Может у тебя не лучше. Вот. Это двери? Да, они. И почему же они тебе нравятся? Потому что через них я наконец-то иду домой. Кусать сикаратки, играть в игрушки. Так, здесь хоть кто-нибудь нарисовал хоть что-нибудь связанное со знаниями? Или всем лишь бы только не учиться? Вот. А, Лотков? Что тут у тебя? Учебник химии? Вот молодец. Хоть кто-то к знаниям стремится. Молодец. Пять тебе. Спасибо. Минуточку. А это что? Это денюжка не буфетик. А ну-ка признавайся. Нарисовал учебник, потому что там денюжки хранишь. Нюбринь. Нюя. Да вы совсем что-ли уже все? Неужели у нас тут класс лодыри и бездельников? Кря. Кря. Это еще что такое? Это моя утечка. Они тоже рисунок не рисовали. Рисунок, говоришь? Это что это? Это я? Кря. Как миленько. Ну вот, даже утка к знаниям стремится. Нарисовала учителя. Не то что ты Лотков, лентяй. Я думаю они о вас не рисовали, потому что любит клевать вас. Клевать? В нёсик. В куда? В нёсик. Кря. Эй, мне мой нос еще нужен. Мне тоже. Кря. Что? А помните серию, где вы оставили нас с Хаги Вагевичем? Помню, конечно. Как же такой дурдом забудешь? Включаем. Итак, сегодня уроки вас будет вести Хаги Вагевич. Ррр. Хаги, только давайте посерьезней, пожалуйста. Научите наших учеников хоть чему-нибудь, кроме ваших рычаний. Ррр. Ну всё, я пошёл. Занимайтесь. Ррр. 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 Всё происходит. Ррр. 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 Так, ребята. Ну что, как прошёл ваш урок? Рррр. Ррр. 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 Хаги Вагевич, я же просил без этого. Ррр. Ррр. Собрание трактористов какое-то. Зато я теперь хорошо разбираюсь. Ррр. 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 Я думаю, нам было бы интересно послушать настоящие истории. Но это уже на ваш выбор. Хорошо. А зачем вы свечку принесли? Ну как зачем? Для атмосферы, конечно же. И кстати, она не настоящая, а светильник на батарейках. Настоящую свечку на тетрадь ставить нельзя. Ну что, кто первый расскажет? Я. Ну давай, Комков. Ррр. Как-то раз я проснулся ночью от странных звуков. Я приподнялся и посмотрел вокруг. И увидел, как из-под кровати ко мне тянулись длинная прозрачная рука. И что же было дальше? Они хотели меня схватить за заднюю ряпу. Но я спрятался под одеялем. Они еще очень долго соркались вокруг моего одеяла. Но потом звуки затихли и я уснул. Ну ничего себе. Вот это история. Неужто правда? Да. Правда. Да тебе, наверное, приснилось. Никаких прозрачных рук не бывает. Фух, показалось. Думал, ко мне рука ползет. Вот до чего ваши страшилки доводят. Вам не показалось. Мы ее видели. Так, хватит меня пугать. Я же ночью не уснул. Не было там никакой руки. Давайте лучше послушаем следующую историю. Паукова, ты хочешь? Да. Опять про пауков? Да. Это же скучно. Не вам понравится? Ну давай. Как-то раз поздно вечером я села по темному коридору на кухню, чтобы налить себе водички. Когда я подошла к кухонной двери, я услышала страшные зудкие звуки. Я очень испугалась. Тихонечко открыли дверь, а там сидели паук и зевали мои колготки. Хе-хе. Паукова, я просил страшную историю. Так она и есть страшная. Я потом целый день в зеванных колготках ходила. Ладно. У каждого свои страхи. Минутку. Что это? Это твой паук? Я. Зачем ты его в школу притащила? Чтобы немножко позевали вас учителячку. Что? Ты в своем уме? Сегодня родителям твоим позвоню. Не выйдет. Паук телефон весь грыз. Совсем уже куканулась со своими пауками. Ну ладно, давайте еще кого-нибудь спросим. Кусев, расскажешь? Ну давайте. Эта история произошла со мной по-настоящему. Как-то раз я увидел странное видео. В нем говорили, что сегодня не очень ко мне придет призрак. Я конечно посмеялся над этой суткой. Потому что я во все ваши панельмальные висички не верю. Посмотрел какое-то аниме и пошел спать. Ну и что вы думаете? Все. Никакой призрак не пришел. Ну вот видишь, призраков не существует. Ну по правде говоря, когда я шел в школу, я в окне туалета видел, как на меня смотрела какая-то летающая белая фигура. С черными глазами. Возможно это тот самый призрак и он сейчас бродит по коридорам школи? Кто там? Ребята, вы это видите? Все видим. Да тут призрак летает. Генядий Петровец, вы с ума сошли? Это же сарфетка просто. А, ну да. Видимо опять в столовке просроченный йогурт подсунули. Ладно, давайте следующую историю. Лобков, есть что рассказать? Да. Ну давай. В общем, у меня дома по коридору бродит миска Фредди. Каждую ночь в 30 ноте я просыпаюсь от сагов, а потом по моей двери начнет скрести когтями. Да не выдумывай. Я не выдумываю, это правда. Правда приправда. У меня дверь со стеклем и я вижу сериал. Он всю ночь стоит за моей дверью, улыбается и смотрит на меня. Я уже привык и не боюсь. Ну ничего себе. Страшно. Я в туалетик захотел. Ох, Лотков, Лотков, выдумщик. Ладно, кто еще расскажет историю? Я. А ты еще что такое? Фух, приснится же такое. Как же я не догадался, что сплю. Никаких уроков страшных историй в школе не бывает. Святые бубенцы. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Да что происходит? Спасите. Я же говори, мишка Фредди, существо. Да мне просто сон дурной приснился после твоей страшилки. Я уже сто раз говорил, что монстров не существует. А вот еще два наших ролика. Вот тут. Слева и справа. Посмотрите их тоже. Всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии, какая серия больше понравилась. Ну а я побежал кусять. Всем пока.